Всем привет! Сегодня мы приехали в Испанские кварталы, жилой комплекс компании А101. Мы раньше как-то смотрели здесь квартиры, но сюда конкретно не приезжали, мы смотрели в интернете, на их сайте. Нам очень нравился комплекс Испанские кварталы, здесь не так далеко станция метро, как показывала пешая доступность станции Прокшена. Ну, машину мы поставили возле Испанских кварталов второй очереди, а сейчас пойдем прогуляемся по первой очереди, посмотрим, как там обстоят дела с парковками, что там за магазины, как вообще выглядят комплексы и понравится ли нам здесь. Изначально, когда мы смотрели здесь квартиру, тоже смотрели примерно на такой же жилой площади, мы смотрели также сайт новостроев.ру и канал их в ютубе, они показывали Испанские кварталы, как бы до ожидания реальность передача была, и смотрели пик Буньский луга. Единственное, даже, наверное, во многом определяющий фактор того, что мы не стали здесь рассматривать покупку, потому что квартиры здесь продавались без отделки, без чистовой. То есть, получается, вам сдавали, по-моему, черновую, да? Черновая, по-моему, была отделка. И получается, что стоимость квартиры здесь, с черновой отделкой, равнялась стоимости квартиры в Буньских лугах с чистовой уже отделкой. И получается, что там, в Буньских лугах, мы можем уже после приемки квартиры заселиться прямо в этот же день и жить там, да? То здесь, естественно, нужно сначала сделать ремонт, а на ремонт, соответственно, нужны деньги и время, да. А мы просто подумали, что если, допустим, мы здесь купим квартиру, мы квартиру ведь брали в ипотеку, будем ее платить, и не будет денег на ремонт, когда примем квартиру. И что делать? Получается, она будет просто стоять и ждать ремонта. А мы будем вынуждены и платить ипотеку, и еще и копить на ремонт. То есть, это немного такой вариант, ну, скажем так, это не то, что вариант, это был минус для нас, поэтому мы не решились на это пойти. И решились пойти уже на готовую квартиру с отделкой в Буньских лугах. Так, зашли мы в двор, самый первый, после перекрестка. Значит, здесь, получается, двор закрытый, да, с двух сторон он. Забор закрывается на магнит, тоже ключ обычный подходит. Ну, как обычный, прошивать надо магнитный ключ. Вот здесь вот такой вот дворик. Ну, смотри, да, горочка, качельки, парочка, и там тоже горочка и качельки, тоже парочка. Несколько лавочек. Да, отдельный вот такой дом стоит, восьмиэтажный, да, большой, даже переменной этажности. И вокруг тоже два домика буквой Г. Ну, плюс в том, что у домов есть балконы. Единственное, что... Давай посмотрим, какие здесь домофоны. Ну, тоже видеокамеры. Так, а внутри посмотри, да, как сделана. Плиточка такая красивенькая. Видеодомофон тоже. А, ну, нормально. Да, тоже видеодомофон. О, охрана дальше. Ага, наверное, вызвать кого-то можно. Если кто-то здесь есть. И кладовки. Ну, да. Тоже все есть. Ну, в принципе, красиво смотрится. Вон, у кого-то штора вылетела. Так, единственное, что некрасиво, посмотри, да, кондиционеры. А, ну да, сколько. Кондиционеры, то есть они просто торчат и не спрятаны в ящичке. Вот там есть ящички, а здесь ящичков нету. И как-то все это дело смотрится не очень красиво и не очень эстетично, я бы сказал. Отделано, кстати, довольно-таки неплохо, качественно. Тут ничего, ну, не видно, чтобы что-то здесь отваливалось, там, или находилось в таком плачевном состоянии. Ну, в принципе, плиточка вот эта вот в форме кирпича, или, может быть, это сам кирпич, не знаю, смотрится довольно-таки неплохо, красиво. Я думаю, что весной, конечно же, и летом здесь будет намного красивее, чем сейчас, на самом деле. Урны неплохие. Ну, конечно же, вот эти вот кондиционеры, внешние блоки сплит-системы, это такое себе, особенно вон там. То есть не у всех почему-то эти ящички, не знаю, может быть, их надо дополнительно отдельно как-то покупать. И налеплены они, кстати, не равномерно, а где придется. Вот получается вот так. Там на балконах у кого-то, у кого-то там не на балконах. Ну, то есть как-то хаотично все расположено. Это вообще как-то полуотвалившийся, не знаю, чего он так... Да, лучше отойти, это еще пойдет на голову. А так, конечно, вот с балконами, в которых окна в пол, это все смотрится, блин, ну классно. Реально классно. И, в принципе, на сайте у них, в А101, весь этот комплекс смотрится довольно-таки красиво. Тут, кстати, А101, да, строят еще жилые комплексы Москва, А101, Скандинавия, Скандинавия Юг, там и так далее. Там в некоторых корпусах есть подземная парковка. То есть это вообще огромнейший плюс, я считаю, к комплексу. Рядочком как раз между всеми домами сделан такой детский садик. Дома здесь, кстати, есть и такие вот, которые буквой Г, буквой П, они плавненько переходят там с 9, с 8 этажей на 5, на 6 этажей. Но опять же, количество этажей я не уточнял, это надо уточнять на официальном сайте. Я повторюсь, опять же, мы делаем обзор не просто как там реклама какому-то застройщику или там какой-то, я не знаю, блока новостройках. Нет, мы просто приехали погулять по тому жилому комплексу, который нам изначально понравился, и там, где мы рассматривали покупку жилья. Все, то есть мы описываем только лишь свое впечатление визуальное, которое мы видим, когда гуляем по нему. Все, то есть никакой конкретики, никаких технических характеристик здесь не будет. Вот такие здесь курилки. Стеклянная курилка, да, место для курения, с такой степельницей даже. Блин, ну, не знаю, может быть, это все-таки для этого офисного центра? Ну, да, да, это какой-то официально. Да, потому что сомневаюсь, что это сделано для жилых домов. Мы, кстати, отошли от испанских кварталов буквально через улицу, вот, на Никола Хованского, 32, и здесь сразу же уже Сезар Групп и Николин Парк ЖК. И здесь, получается, в этом ЖК Николин Парк полностью закрыты все дворы. Тут закрыта территория, есть шлагбаумы, ворота, машины могут стоять внутри дворов. Ну, и вот торговый центр Николин Парк, как раз рядышком с ними. Мусорки, кстати, со снегом, глянь, глубокие лежат. Мне еще испанские кварталы запомнились тем, что, когда мы покупали в Пике квартиру, да, в Буинских Лугах, у нас был менеджер по сделке, и он как раз сказал, что он купил квартиру именно в испанских кварталах. На вопрос, почему он не купил в Буинских Лугах, он ответил, что, ну, мне так вот больше понравились испанские кварталы. Вышли мы из этого Сезар Групп, решили все-таки вернуться к испанским кварталам. Сезар мы никогда не рассматривали, поэтому пройдемся мы дальше, посмотрим. Здесь расцветка уже начинает меняться, то есть здесь, видите, да, такие вот цвет венги бежевый, здесь уже больше такой цвет тоже бежевый, с преобладанием вставок из такого грубо, сильно-сильно красного, темного. Так, и получается здесь тоже видеодомофон прямо на входе, да? Ну да, да, да. То есть смотри, у нас получается на входе, где ворота, просто этот пропуск, а здесь уже видеодомофон уже на входе. Вручную. Ну понятно, то есть тащить надо, естественно. Борода 500, стрижка 600, но это нормально. Дешево, стрижка 600. Так бы я не сказал бы, что это прямо дорого. Ну да, у нас дороже. Ну может посеять просто чуть другая, да? Продолжение следует... В первом этаже получается холл, моб, вот такое, да, здесь один лифт, вот так вот стена расписана, почтовые ящички, а здесь уже плитка. Ну гипсокартоновый короб и плитка. Что за идеальный сосед снизу, а зону. Забирайте заказы, а зону, пойти домой. Так, это у нас такой вот. Информационный стенд. Ну-ка, здесь будет написано, сколько платят, да? Или нет? Так, нет, не написано, сколько содержания жилья, да, только сумма задолженности. Приехали на шестой этаж, посмотрели, как выглядят испанские кварталы в подъезде. Слушай, четыре квартиры здесь на этаже и электрощитовая спрятана вот так за дверью. И все. Маленькие, да? Угу, но красиво. Да, и лифт. Вот, давайте посмотрим. А здесь очень красиво. Хотя я чуть-чуть не хотела. Да, да, да. Не, ну и здесь, да, тоже-таки прилично все выглядит. Ну, ладно. Единственное, что было бы неплохо все-таки здесь закрыть личный пролет отдельной дверью. А так лифт получается круглопассажирский, с выложенным пол внутри плиткой. Здесь, кстати, на личной площадке открываются окна и у нас сразу же вид на соседний дом, на двор соседнего дома. Вот он буквой П идет, у него такой вот дворик 12-этажный получается одна часть, вот корпус один подъезд. Ну, так все это прикольно. Здесь вот между двумя домами идут вот такие вот скамеечки, качельки, там такая вот небольшая зона отдыха, колейка с деревьями. Так, мы вышли уже из подъезда. Окна, 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 кстати, большие. Ну, да, это для кондиционеров ящички, но, опять же, их немного, а вот видишь, да, там вверху установлен уже не в ящик кондиционер. То есть их либо надо докупать дополнительно, да, вешать, чтобы красиво было, либо нет. Ну, как-то я смотрю, вот люди вешают, и пофиг. Он тоже, получается, внешние блоги кондиционеров висят без этих ящиков декоративных. И смотрится это на самом деле не очень, особенно вот это. Вот это вот вообще жесть. Друг на друга, ну да. Да, друг на друга, и так некрасиво, ужас. И вот эти вот ящики, которые люди вешают, да, вот эти балконы, они так неравномерно расположены. То есть кто где захотел, тот там и повесил. Я почему не понял, почему застройщик не сразу не сделал. Да, то есть это не очень красиво, и застройщику было бы неплохо сделать сразу, изначально, расположить эти ящики так, как он считает, как бы по фэншую, по своему там, да, архитектурному плану. Он считает, может, если ты ставишь ящик, то, типа, принуждаешь ставить человек кондиционер. Именно в этот ящик? Ну да, типа, это неправильно. Ну и ты можешь в этот ящик не ставить ничего. Да, понятно. Не знаю, да. Ну, в общем, вот так вот все выглядит, и оно неравномерно, и не очень красиво. Ну-ка, давай посмотрим еще раз на эту аллейку. Вот она, между всеми домами. Ну, прикольно, улица Веласкеса у них называется. Не, нормально, вот гляньте, балконы, да, вот получается прям окна в пол такие, и как лоджии такие сделаны. Не, ну это детская площадка. Вон кораблик стоит, да, прикольно. Ну да. Какая неплохая. Тоже елки здесь посажены, вон. Вот деревянные. Да, дерево. Ну-ка, здесь толбы. Ну да, деревом обшиты. Вот, наверное, все-таки, это как раз вот аллейка это заканчивается, да, и она опирается в детскую площадку. Вот мы отсюда как раз загуглили, сколько пешком идти до метро, до метро Прокшена. Получается, вот с самых дальних домов, которые, да, на Веласкеса 10, идти 2,5 километра ровно пешком. Показывает 32 минуты. От второй очереди испанских кварталов, конечно же, поближе. Мы туда сейчас как раз направляемся, и оттуда уже тоже посмотрим, сколько будет идти пешком до метро. Ну, район, в принципе, понравился. Да, классно. Да, много магазинов. Так, прикольные, хорошие, красивые аллеи. Закрытые дворы, опять же. В принципе, классные окна большие такие, и панорамные такие стекла на лоджиях, на балкончиках. Это очень классно смотрится, вот, допустим, да, тоже. Вот впереди дом. Ну, красиво и здесь. Ну, да. Да, и посередине этой аллеи еще стоит большой-большой такой супермаркет верный. Магазины Дикси, пятерочки, магниты, это, естественно, здесь все есть. Вам, кстати, да, магнит-косметик, пятерочка как раз рядом, да, вот он, Дикси. Здесь все есть. Здесь, кстати, есть такая вот пятерочка зеленая, называется «пятерочка на лету». Вот, чтобы зайти в нее, нужно сканировать QR-код в приложении. Ну, естественно, да, в основном приложении сканировать QR-код, там, и двери перед тобой откроются. Работают круглосуточные без выходных, там всего вот посередине вот один такой стилар. И по краям холодильники. Здесь можно купить сок, можно купить кофе. И есть кассы самообслуживания, то есть здесь кассиров нет. Вот такая вот штука. Пока еще не вышли мы с первой очереди, увидели вот такие вот беседки. Решили все-таки подойти и посмотреть, что это такое. Тут, можно так сказать, там через 2-3 дома уже будет дорога, и надо будет переходить ко второй очереди. Так, что это такое у нас? А, слушай, это что-то такое, типа стол или что это. Что там? Может, это типа костер разводить? А, шашлык! Да я не знаю, сомневаюсь. Почему? Дрова, водка. Где? Или это мусор? Это мусор какой-то. Потому что, видишь, там этого нет. Не знаю. Не знаю, потому что мусорка тут именно сделана. Да нет, это не мусор, вряд ли. Да, поэтому, как бы, те, кто знает, что это такое, да, и для чего это здесь сделано, вы напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что мы не знаем, что это такое. Либо это, может быть, использовалось как ларьки на новогодних праздниках. Может быть, вот так вот, такое есть предположение. Дошли до второй очереди, и начался снег. Вот, и жесткий такой ветер противный. Вот, получается, первая очередь перед нами. А вот это вот вторая очередь. Здесь еще идут строительные работы, и машин не так уж и много, дорожки особо не почищены. Да, получается, что здесь частично уже что-то сдали, потому что вот в этом корпусе, в крайней мере, видно, что люди живут в некоторых квартирах. Уже сделаны там ремонты, машины припаркованные, да. Есть вот такие вот офисы, офисные помещения, коммерческая площадь. Ну, дома, вон там дальше строятся еще, то есть вот там вон льют монолит. Слева тоже еще дом пока не сдан, огорожен сеткой. В принципе, концепция строительства, она примерно такая же, как и первая очередь строительства. Я думаю, что со временем здесь будет довольно-таки классно. Третья очередь, да, Никола Хованская, участок 5-3. Посмотрите, как будет выглядеть. Ну, это монолитные высотки такие, то есть это башни. Я думаю, что дворы здесь точно будут не закрыты. Ну, мы посмотрим, конечно же, до конца 2023 года, да. Надо будет глянуть, что у них на сайте написано хорошего. Поглядим. Ну, по крайней мере, рендеры вот такие. Вот мы, кстати, зашли во двор уже во второй очереди дома. Смотрите, здесь какие заборы, да. Вот люди идут им, ну, говоря, по плечи. То есть его можно при желании просто перепрыгнуть и зайти во двор. То есть это так не очень серьезно уже сделано. В первую очередь, конечно же, получше. В этом плане, да. И здесь, получается, двор, опять же, отличается, чем от первой очереди. Мне кажется, что здесь меньше все-таки горок для детей, да. Ну, здесь вот, понятно, там зона воркаута есть, есть качельки. Но на заборе, да, наверное, сэкономили. Ну, здесь, по крайней мере, не сэкономили на корзинках для кондиционеров. Вот смотри, они вот расположены. Вот, в принципе, все, да, у каждого, грубо говоря, там под окном каждой комнаты. Ну, наверное, да, потому что здесь уже они расположены, то есть строго, строго вертикально. Да, здесь строго горизонтально. То есть нет такого хаоса, как было в первую очередь. Они так не разбросаны, как зря. Здесь они как бы в довольно-таки упорядоченном виде разбросаны. А что такое, где? Я не знаю, где. Вот это не знаю. Да, первый подъезд. Что у нас тут? Вот так, да. Сразу посмотрим, что здесь у нас за информация. Так, опять здесь у нас не показано, сколько стоит у нас обслуживание ежемесячное. Здесь у нас получается колясочная. Коляски и санки расположены. А здесь у нас получается холл лифтовый. Да, то есть здесь у нас все в печатях. Все в рекламе. Да, вот такая вот цифра один первый этаж. Здесь у нас плиточка такая темная. Здесь какая-то свалочка у людей. Ну и квартира, да. На каком этаже расположены квартиры. Лифт у нас грузопассажирский. Вот такой вот. Он еще пока защищен. И вот такой вот антивандальное исполнение гипсокартоном сделано. В принципе, антивандальное исполнение не особо помогает, да? Но это пленка. То есть пленка, да, все равно сдирается. Там под ним, правда, серый, по-моему, цвет. Да. Ну, вот так вот все выглядит. В общем-то, вот этот потолок. Мне кажется, что в первой очереди выглядело все так более позитивно. Опять идем уже через другой двор. Второй очереди. Здесь уже расположены вот такие тренажеры. Необычные. Ну, по крайней мере, хорошо, что они уже есть. Потому что, ну, здесь, получается, концепция двора тоже меняется. В одном дворе что-то одно расположено, в другом дворе что-то другое. Это довольно-таки интересно, но все-таки мне вот этот вот забор, который здесь расположен, вообще не нравится. Он такой маленький, низкий. Вот был бы он высокий, там метра два, было бы намного лучше. Ну, вот и подошли мы уже к месту нашей парковки. Мы припарковались вон там. И вот посмотрите, отсюда открывается вид на первую очередь. В принципе, на сегодня наша прогулка вечерняя закончена. Мы сейчас поедем уже домой. Время сейчас около восьми часов вечера. Пошел сильный снег, началась такая метель. Погода довольно-таки противная. Портится сейчас ближе к нулю. Идет завтра вообще дождь передает, и плюс четыре. Поднялся сильный ветер, на улице находиться не очень комфортно. И сейчас будем уже уезжать отсюда. Ну все. Тогда всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. Пишите свои комментарии. Мы в этом видео задавали вам вопросы. Пожалуйста, те, кто знает, ответьте на них. Все, всем пока. Всем пока.